Всем привет, дорогие друзья! С вами Юга, и сегодняшний видеоролик будет посвящен моему персонажу, а точнее формату Roadmap. Я в повествовательном формате и, так сказать, и визуальном покажу, чего я добился, с какими сложностями столкнулся за ближайшие, точнее, за прошедшие три месяца, и что нас ждет на ближайшие три месяца, к чему я стремлюсь, что я хочу применести в свои персонажи, как это все будет выглядеть внешне, и свои мысли, свои идеи, все хочу вложить в этот ролик, что касаемо моего волшебника и концов моего аккаунта Black Desert Online. Надеюсь, подобный вам формат понравится, вы придете на трансляцию, скажете об этом, может быть, даже поставите лайк и напишите комментарий, мы с вами поговорим, мы с вами все обсудим, я иду на контакт, и я очень человек в этом плане общительный, так что погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Ну и с чего бы хотелось начать, это, конечно же, поговорить про шмот, чего я добился за три месяца, что у меня, в принципе, появилось, и тут, знаете, ситуация такая, что все это очень сильно сбивалось, но за три месяца этого лета, так или иначе, у меня появилась посов черной звезды, который появился в процессе выбивания эссенции духа Аннет, что не может не радовать. В дальнейшем это кинжал Кутума 20 и стерега черного распада. Почему я пал выбор на такое, и сейчас я говорю, я отвечу на все ваши вопросы, сейчас я все это расскажу потихонечку, потому что вопросов чувства уже у вас возникает, объясняю. За счет Кутума я нивелировал минус 4 дефа, которые получены с 20, тем самым, в принципе, атаку в первой стойке, а я играю в наследие, довел до 281 и получил бонус величия плюс 154. На футажах я вам также сейчас покажу, как разваливаются экзарки, это мой основной спот, это делал я все для него. Это просто великолепно, я не испытывал, ну не знаю, вот чем больше я увеличу атаку на волшебник, тем больше я испытываю кайф при фарме. В среднем на споте с синим свитком я делал 4800, сейчас буду делать более 5000 лута. Почему именно так, Юга, почему ты ушел в атаку и не апнулся медаль, все очень просто, я ориентируюсь на мейнспот свои для фарма. На экзарках с 308 защиты меня не прибивает за счет набора кристаллов, а также, в принципе, самого скилла проекции, я могу позволить себе стоять там не особо сильно, плюс бесконечная банка, которая также дает возможность не особо запариваться по поводу расходки и всего-всего прочего. Огромное количество хп, плюс, в принципе, поглощение от камней инкрустации в совокупе дает возможность на экзарках настолько сильно выживать, что они тебя не пробивают ни днем, ни ночью. Парам-парам-пам. И, знаете, это шикарно, я, в принципе, под это все делаю и мейнил. Подводки я не стою, но к ней мы еще придем. Поэтому получается так, что у меня персонаж сейчас максимально заточен ими непосредственно под фарм. Что касаемо дефа, теперь рассказываю. Это наша следующая отправная точка, и тут у меня голова болит, потому что логичнее всего сделать 20-й шлем и здравия или грунила и пойти его закофразить. Это самый дешевый, самый эффективный способ получения большого количества дефа. Предел дефа, который можно получить при круге на 5 кофрашеного шмота боссовского, плюс заточенный на... ну, за кофрашеный на 10, это примерно 331, что-то около того там выходит. И это очень хорошие, большие показатели, согласитесь. Но есть одно но. Я крайне не хочу разбивать босс-сет. И 20-й шлем непосредственно... Грифона с 5% эффектом сопротивления в совокупности с щитом виза и моих камней дает мне все равно большего эффекта антиконтроля, которого я и в принципе добиваюсь. И вот это очень сильно обидно, потому что, честно говоря, куру непосредственно Грифона 20-го очень хочется. И, скорее всего, первый будет шмотка, это 20-й древень на кофрашеном на 10 в сторону доспехов бога. В дальнейшем уже шлем. И самое главное, это аргончик 20-й с наручами пьека. Это прям необсуждаемо, это очень нужно, это очень важно. Дополнительная плюс меткость. У меня ее и так довольно-таки, видите, огромное количество, но, как говорится, я от нее отказываться не собираюсь. Мне это все мое и все это мне надо. Почему не логично, не либра и не москан? Юга, ведь ты можешь сделать билд уклонения. Да, могу, но не буду. Количество на воин, которые я хожу, гораздо меньше, нежели чем я стою на споте. Можно делать, конечно, и два комплекта, но я приорити-таргетом тела аргона и приорити-таргетом тела пьека. Потому что в ПВЕ составляющей, чем больше ты фармишь, тем быстрее у тебя появится дополнительный либр, перчатки и москан. Вот так вот. Я, по-моему, там и говорился насчет того, что почему-то не делал то. Но вот либр и москан у меня идет во втором потоке. Но сейчас это ПХЕК 20 и Аргон 20 с древним. Это обязаловка. Это первые три шмотки 20, которые появятся. Абсолютно нелогично. И насчет шлема я думаю, что вы бы меня убедили все-таки сделать его первым. Потому что я крайне сомневаюсь в этой затее. И я понимаю, что там суммы различаются. Но с другой стороны, ребят, я понимаю, что даже без 20 шлема я себя прекраснейше чувствую. Понимаете, вот в чем прикол. Оформлю я, ну, очень быстро. Это касаемо шмоток. За три месяца и планы на будущее. Далее. Что еще у меня за три месяца появилось? Это банки бесконечности. Это Пегас. Совершенно моя красавица. Внезапное приобретение. К Пегасу у меня появилась золотая сброя, как Далора, которую я также скрафтил сам. Два персонажа на первом и втором сезоне. Блейдер 62 и Хасашин. Оба они в наследии. И плавно вас подвожу к третьему. Что появится, скорее всего, четвертый персонаж. Независимо будет от сервера сезонного. Это, скорее всего, будет страйкер. Объясняю. Ввели в Корее такую прекрасную вещь, как копирование марни. Шмот. Копируется твое основное пробужденное и дополнительное оружие. Все шмотки копируются бесплатно. Копируется только оружие. Цена занимается в зависимости от закофрашенной шмотки. То есть, сколько фразов у тебя влито в нее и так далее и тому подобное. Соответственно. Я могу... На волшебнике я фармлю прекрасных зарок. Но я могу с этим же шмотом, сделав себе страйкера, который является сейчас одним из самых простых персонажей для фарма. В наследии фармить им еще больше. Если я фармлю 5200, я могу фармить 5500. И знаете что? Я уже много раз говорил на стримах. Я играю в Рагнарок 16 лет. Это одна из самых сложных задротских игр. В BDO был гораздо легче. Но что в BDO, что в Рагнароке есть один промежуточек. Точнее, точнее, одно... Одна скрепа. Чем проще твой фарм, тем больше ты зарабатываешь денег. Чем больше ты эффективности приносишь своему аккаунту. И тут уже не разговор идет о каких-то бутылках, не бутылках. То, что ты предал, то, что не предал. Нет. Идет об эффективности. Поверьте, когда у тебя стоит вопрос зарабатывать 4000 рублей и 8000 рублей, мне кажется, причем сделать абсолютно все одинаковое, мне кажется, любой здравомыслящий человек выберет сумму больше. Я, в принципе, являюсь здравомыслящим человеком. Сейчас страйкер действительно один из самых сложных классов. Я вас готовлю к тому, что на стримах появится так или иначе он. Когда неизвестно, потому что еще буквально неделю назад я думал, что я буду наследие фармить на Хасашина. С Хасашина сейчас слезли все крайне недоработанный класс для фарма. Фановый, но недоработанный. Вот не умеют корейцы делать классы от слова совсем. Ну, извините, пожалуйста. Все, кого я знал, слезли сейчас с этого класса. Я немножечко расстроен этим фактом, потому что Хасашина мне безумно нравится. Гораздо больше, чем страйкер, поверьте мне. Но когда у тебя стоит адекватная возможность сделать быстрее 20-й шмот и показывать контент или просто делать, не делать ничего и просто, как говорится, опинать болты, то я выберу вот работу. Пускай это будет страйкер. Плевать. Я как-нибудь перетерплю. На осады можно ходить, на ноды, на территорию волшебникам, делать пользу, куполы, хилы и прочее, прочее, прочее. Никуда это от меня не уводит. Далее, что касаемо шмоток Маноса и сбора. Я также занимаюсь сбором. Сейчас вот видите меня в Пепельном лесу. Манос будет какие-то промежуточные. Мне нужно, в принципе, у меня сейчас более 1250 лайфскилла. Я планирую до 1500 это по-любому догонять. Буду потихонечку его подтачивать. Буду также вас на стриме показывать эти или иные моменты. Я занимаюсь сбором дерева. Это огромное количество кофрасов. Я их не покупаю. Я их в основном продаю. Весь мой шмот, по сути, был куплен. Плюс сбор немножечко фарм. Да, больше сбора, меньше фарма. Буквально за несколько дней я сейчас вот отфармил. Около 350 больших заточек Маноса я продал. И 1800 кофрасов. Это вот все, что я нафармил за, не знаю, где-то за неделю в виде порошков. Просто на сборе сливая за 2 недели, пока я играл на Хасашине, я сливал все банки. Ну да, у меня персонажей, конечно, много. Извините, я играю 5 лет. У меня аккаунт очень большой. То видите, 4 слота еще у меня даже... Ну, типа, 1 не заполнен, а 3 не открыто. Как-то вот так. Это касаемо боевого шмота рассказал, касаемо Маноса рассказал. Контент на стримах будет также, в принципе, конкретно про фарм, конкретно про полезные советы новичкам. Если у вас есть еще о чем со мной пооспориться, поговорить, я вас жду в прямом эфире на Твиче. Ну, такой форматный ролик разговорного ротмапа я вот хотел записать, поделиться с вами своими достижениями, переживаниями. Очень хочу, чтобы ваш фидбэк с Ютуба пришел на Твич, чтобы вы приходили, мы с вами разговаривали. Так или иначе, это мне очень сильно помогает и продолжает меня мотивировать что-то делать именно в плане контента для вас. Ролики по Хасашину и по Визарду еще также будут на канале на Ютубе. А так, огромное количество стримов. Спасибо, что просмотрели этот ролик. Надеюсь, он был вам информативен и полезен. Немножечко кого-то смотивировало, как с кого-то это погорело. Если хотите со мной поругаться или наоборот, сказать какие-то теплые слова, приходите на трансляцию на Твиче. Или пишите в комментариях с вас лайки, желательно подписка. Не теряемся, с вами Юга, все тот же старый волшебник, но уже немножечко прям даже молодой. Всех обнял, до скорой связи, пока-пока. Продолжение следует...